Прям лаврушка? Дай понюхать. Что-то не пахнет? Нет, это не лаврушка. А та пахнет, да? Да, я которую руками потрогала. Да, лавровым листом пахнет. Природа совсем другая. Так, друзья мои, я уже в Олубке. Мы идем с Иринкой в Воронцовый дворец смотреть. Улочки узкие, подъем, спуск. Пахнет вкусно. И очень много зелени. Самое первое предварительное вступление. Минутку, вот перед нами дворец. Не знаю, чтобы вы услышали. Идите ближе сюда. Мы с западной стороны дворца, с западной стороны, мы с запада ехали. Перед нами типичный английский замок, рыцарь, с башнями сторожевыми, бойницами узкими. Для мушкетов там сверху, в прорези и так далее. И здесь два входа. Один вход в бывший хозяйственный. Народом подходит и подходит. В бывший хозяйственный, наверное, тот самый, самый первый, он свелся с 1924 года, в 1930 году. А в 1938, да, в 1930-1934 году, когда переселили. До 1948 года, когда окончательно поставили точку. Мы зашли с западного крыла, дворец в английском стиле. Комната тоже будет, это у Дёгги. Нет, я с вами. Я с вами. Это вот эта гора Айпетри? Айпетри вовно под облаком. Под облаком, да? Она выйдет, и мы посмотрим на него многократно. Ребята, не задерживайтесь, время два часа ровно. Я, друзья, нахожусь в Олубке, под Олубкой. Воронцовый дворец. И вот я сейчас вот так вот развернула, и смотрю, вот гора Айпетри по канатной дороге, можно подняться вверх, сейчас она на ремонте. Я прозванивала туда. На улице маски оденьте. 1 мая будет работать. Сейчас, сказал экскурсовод, вот это все сохранилось. Это дуб 19 века. Все двери, ставни на окна. Здесь, в отделке, и у меня дерево. Это характерно для английских построек того времени. Массивные двери, оборвение окон, панели, сделанные из труба. Вот может использовать имитацию. Так, потолок происходит впечатление деревянного, однако это роспись масляными красками по алебасту. Ее украшает изящный лифт на орнаме. С общим тоном дерева, потолка, панелей прекрасно сочетается цвет камина из промо-ринного и лесенка серовато-корричневого стола. Камины – характерная деталь английских интерьеров. Разнообразные по отделке камины мы увидим во всех парадных помещениях борца. Сквозь высокое окно Эркер открывается прекрасный вид на горы и великолепный парк с экзотическими растениями. Стены кабинета оклеены обоями, которые выполнены по образцам первоначального оформления комнаты. Очень удачно подобран рисунок обоев, который по тону гармонирует и с цветом камина, и с деревянной отделкой кабинета. Богато украшенная резьбой, инкрустированная металлом небель соответствует парадной торжественности кабинета. Круглый стол, кресла и стулья орехового дерева выполнены в Англии в начале 19 века. Круглый стол, китайский и северный двадцатый предоставленный трудительный с талантами в лесу отливочных мест. Лечики с необычайным искусством отжимая задовольного конфлина выполнили создание металла. Прикладные скрывающие шелковым бисером украсили колониями взломки на стенах. Много поработали над оборудованием этой комнаты речи и борьбы. Наличники дверей, высокие панели светлого буба, лязные карнизы, створки стомого шкафчика, обравнения зеркал, все украшено сложным измемным узором. Название комнаты не замечательно. Во второй половине XVIII века усиливается торговая испытания. И, до следствия, гидрок начинается увлечением англичею. Спасибо, что вы знаете. Вот это что-то выходит. Спасибо. 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 Последний последний медведь. Вы же кабинет так называются. Это парадный дочь. Это парадный дочь. Это парадный дочь. Это парадный дочь. На первый взгляд кажется, что узор везде одинаков, однако, глядившись внимательно, почти нигде не обнаружишь повторений. Узор выполнил талантливыми руками Романа Фортунова и других лепщиков, работавших под его руководством. Английский стиль в оформлении этого зала присутствует лишь в готических переплетах оконных проемов в форме выступающего окна Эркера в непременном камине. Ну и камин по наделке стен. Это парадный дочь. 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 Образовавших высокого места речка в ладнии являются левые панели. Левые званы, белые украшены, генераловая картинка. Тонный дескор украшен вилла получила деканта, которая соединяется с лосиком и с сложенным корпусом. Светлого коричневого древа хорошо гармонирует солидку по свету стен и преликат рилл строгое торжественное обучение. Четыре полнофранцузского художника Игоря Глэра, большого мастера Министерства архитектурного пейзажа, неотъемлемый человек, как делается в парадный столбур. На области парадные торжественно сверкалы с зеркальным весом болеровом объединенных столов красного пейера. Они были исполнены по заказу ланцовых в Англии в 30-х годах 19-го века. В один комплект составленный в полиции ванки ящик со сметцовой ланточкой внутри для обложения денег. Продолженность всей установки с зеркальным весом для миллиарда, численности, массы, стилей, смартфон и кустая. Ах, эти стилей представляют парный капитал и диаметичный колор, чтобы заработать в его холодильнике 19-го века. Мене, ревни, пополок, диабазовый камень. Этот зал предназначался для послеобеденного отдыха, игр и развлечений. В его мразку прекрасно вписывается гарнитурой английской работы 20-30-х годов 19-го века. Он выполнен из орехового дерева, украшен резьбой, инкрустацией металлом. У южной стены столообразная пианино, миссионерной бильярдой сын. Бильярдный стол красного дерева изготовлен английской фирмой Баррел и Уот в середине 19-го столетия. В настоящее время в бильярдной находятся картины западноевропейских художников 16-го-18-го веков. Два больших натюрморта, художника Питера Снеерса, кладовая овощей и кладовая рыб, отличаются красочной декоративностью и динамикой композицией, каратерными для пламарской живых. В центре над камином работа итальянского художника в Антисанской школы Бернардо Беллотко. Берна, Бернардо Беллотко, Фенераля-Ментознастов, Федориофия Чарстика, Бернардо Беллотко, Невер Simon и Розвитие «Кумир» в патриархальном маленьком городе. Кумирный мой цепотопо и травку поддержки людей. Все здесь больше, спокойное, длительность. Слева от этого пиздец наша небольшая картина политик, произведение английского университета Минима Хокраса. Обязательно его посмотрите! Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня столько групп Очень понравилось мне во дворце Мы вышли на улицу Вот там где-то, вот где-то в облачках В облаках Ай-Петри Очень удобно, что я взяла экскурсию И катаюсь с ними Вот это еще одна группа Конечно, зимой Вроде бы как не зима, вроде бы как и весна Но очень тепло В межсезонье очень плохо ходит транспорт Поэтому очень удобно экскурсии Очень удобно с экскурсиями Вот с этими, с группами экскурсионными Ой, столько информации в голове Как бы это все запомнить Что-то еще говорит сейчас Тут нам вышли Там главный, в том, что совет С моря приезжали Там специальные домики Но он сделал совсем по-другому Чем северный, куда мы входили По границе Лидия Полученькие акции С кукулами так далее И еще арабские литвы Шесть раз, со своими Одно и то же слова Нет победителя, кроме Аллаху Дело в том, что Баранцов поездил По Европе немало Вот еще И в Испании увидел Мавританский, Литтарский замок Альгамбра называется Он еще сейчас там есть, Альгамбр И попросил уже архитектора Спланировать так, чтобы хотя бы половинка Альгамбры, Ортала, главная Была у него Но там сотни акций, понимаем Не только для Литвы на Аллаху Не всего шесть раз А для меня, потому что концептная площадка В летнее время Для разных случаев Вот такой вот полуфуток У тебя справа второй этаж Это был рабочий кабинет и спальня Воронцова Слева тоже рабочий кабинет и спальня Елизаветы Савериной Внизу парадные залы для приема гостей А вот это личная пространство И где-то здесь Сейчас там фон у меня Познание проявлений Теперь диван В 1948 году были поставлены три пары львов Мы начинаем с последнего Это лев Грозный Будем его так называть Потому что он Первый лев спящий будет Лев Грозный Но он держит под лапой львов Шар А шар То есть его держа И власть И вуалла Командская шар Это царский козырь И царские козырь То есть не просто так Продолжение следует...